МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Первый карагандинский новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Правительство Казахстана ушло в отставку. Бывший премьер-министр Карим Масимов назначен председателем Комитета национальной безопасности. В выходные Караганду посетит представитель Папы Римского, кардинал Римской католической церкви Анджело Амато. Свой визит представитель духовенства посвятит церемонии биотификации священника Владислава Буковинского. Самый ожидаемый поединок. 10 сентября карагандинский боксер Геннадий Головкин встретится с британцем Кэллом Бруком. В Лондоне спортсмены провели последнюю пресс-конференцию перед боем. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев 8 сентября подписал указ о назначении Карима Масимова председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Обязанности главы Кабинета министров исполняет первый вице-премьер Бахатшан Сагентаев. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев посетил Комитет национальной безопасности. В ходе встречи с руководящим составом КНБ глава государства представил нового председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова, отметив, что правительство будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Бывший глава КНБ Владимир Жумаканов назначен советником президента страны. По Конституции, по закону, с сегодняшнего дня правительство расформировано. Но пока я приму новый указ, Кабинет министров будет продолжать свою работу. Как будет назначен новый глава правительства, будут назначены и новые министры. Рекомендовать их будет новый премьер-министр. Общественные советы готовы помогать гражданам в решении насущных проблем. Члены совета провели брифинг и рассказали о проделанной работе за время своего существования. По их словам, в Караганде много нареканий в адрес работы общественного транспорта и качества дорог. Областной общественный совет был создан 19 февраля текущего года. В его составе 25 человек – государственные служащие, депутаты и почетные граждане. Они разделены на пять комиссий – бюджетная, правовая, по рассмотрению обращений граждан, общественный контроль и комиссия по земельной реформе. По словам членов совета, за восемь месяцев работы комиссии уже успели рассмотреть немало жалоб граждан. На сегодняшний момент в работе у комиссии находится 16 обращений. Тематика касается проблем здравоохранения, образования, ЖКХ, земельных отношений, трудовых конфликтов, экологии. Все эти вопросы общественный совет внес в годовой план работы на 2016 год. С 10 июня функционирует приемная общественного совета. Прием граждан проходит еженедельно по пятницам в 16 до 18 часов. Также в шахтерской столице работает городской совет. Очень много актуальных вопросов, особенно по поводу города. Мы все это знаем. Это и в состоянии уличной довольной сети, и в состоянии непосредственно пассажирского транспорта. Также общественные приемные принимают заявления и в течение недели. Совсем недавно к ним обратили жители Жасказгана, недовольные высоким тарифом на электричество. Этот вопрос, который, к слову, волнует жителей всей области, будет рассмотрен в ближайшее время с участием депутатов Мажелиса. Единственная проблема членов совета – отсутствие собственных средств на покупку раздаточного материала и распечатку объявлений. Однако и этот вопрос, по словам спикеров, будет решен в скором времени. А.М. Амрина Улжас-Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Мусульмане готовятся к празднованию Курбанайт. В этом году священный день попадает на 12 сентября. Городские власти определили в Карагандзе 4 места для забоя жертвенных животных. Сейчас идет подготовка к священному празднику Курбанайт. Данный праздник отмечается на 70-й день после окончания Великого Поста у Роза. В эти дни мусульмане приносят в жертву домашних животных, накрывают большой дастархан и раздают мясо малоимущим. В нашей области, в особенности в Карагандзе, мы намереваемся в этом году проводить в другом формате, то есть в расширенном формате, в другом ракурсе. Хотим немножко демонстративность, как повысить данного праздника. В этом году на площади нашей мечети, то есть главной мечети, областной мечети, будем проводить большое мероприятие, где будут принимать участие все городские мечети Карагандзе. То есть это мечеть Макудовская, мечеть Балахаджи, первая мечеть, городская и наша мечеть. Мы организовываем большое мероприятие, здесь будет проводиться большая ярмарка. Все основные бизнесмены, основные производители нашей области будут принимать участие, непосредственное участие в данной ярмарке. Впервые в этом году принимать участие в ярмарке будут представители разных национальностей. На площади будут установлены юрты, где любой желающий сможет попробовать блюда разных народов. Все это будет сопровождаться красочным концертом. Желающие сыграют в казахские национальные игры, а также посетят сельскохозяйственную ярмарку. Курбанайт – это священный и великий праздник для всех мусульман. Жертвоприношение – это долг каждого мусульманина. Я считаю, что каждый должен относиться к этому со всей ответственностью, а также очень важно соблюдать чистоту и порядок после обряда. Я каждый год совершаю обряд жертвоприношения. Возле мечети у нас всегда чистота и порядок, но в местах, где люди самостоятельно совершают обряд, к сожалению, не всегда остается порядок. В этом году не знаю, буду ли вообще совершать священный обряд. Я каждый год совершаю обряд в специально отведенных местах, и там всегда соблюдаются нормы порядка. Жертвоприношение – это целый ритуал. Для него подойдет не всякая скотина. Животному должно быть не меньше года. Оно должно быть здоровым и без увечий. А приносить его в жертву можно в специально предназначенных местах, которые соответствуют ветеринарным и санитарным требованиям. В этом году в Караганде власти намерены организовать четыре площадки для ритуального жертвоприношения. Асель Сазамбаева, Жаксулк, Нурта, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Святая месса из Карагандинского католического собора будет транслироваться в 40 странах мира. 11 сентября в Кафедральном соборе при Святой Деве Марии Фатимской состоится богослужение по случаю вознесения в лике святых католического священника Владислава Буковинского. Вместе примет участие посланник Папы Римского кардинал Анджело Амато, а также Аким Карагандинской области Нурмухаммед Абдебеков. Священник Владислав Буковинский поляк по происхождению. Он был репрессирован в Карагандинский регион за религиозную деятельность. В конце 40-х годов находился в лагерях ГУЛАГа. В Жасказганском степлаге пробыл 10 лет. После чего, имея шанс вернуться на родину, он все-таки остался в Караганде, где занялся пастырской службой. Что такое биотификация? Биотификация в католической церкви – это причисление к лику блаженных. Это первый этап становления человека святым, которого вся церковь уже впоследствии святым будет почитать. Но блаженный – это уже святой. Блаженным отца Буковинского признали не просто так. Служители церкви несколько лет занимались воссозданием его биографии, по их словам, в немного чудесных моментов. А потом в 41-м году опять начинается война между Советским Союзом и Германией. Когда советские войска отступали, что делать с заключенными, которые в тюрьмах в то время сидели? Их тогда расстреливали. То есть не забирали с собой, расстреливали. И он был тем, кто пережил расстрел. То есть его тоже… он находился в той группе расстреливаемых людей, но пуля тогда в него не попала. Сейчас в Кафедральном соборе идут приготовления к встрече высокопоставленных гостей из Ватикана. Планируется, что на святой месте будут присутствовать порядка тысячи католиков и представители официального духовенства региона. Аким области Нурмахамбет Абдебеков намерен лично сопровождать гостей. Это мероприятие имеет такое важное значение, так как оно проходит в рамках 23-й независимости Республики Казахстан. И все это мероприятие нацелено на укрепление мира и согласия в нашем казахстанском обществе. Ну, со стороны местных гостей были оказаны ряд помощи в проведении этого мероприятия. В первую очередь, конечно, Акиматом города Караганды проведены благоустроительные работы по прилегающей территории. По просьбе епархии расширена парковка, проведено электричество. В соборе уже подготовили алтарь, в котором будут упокоены мощи Блаженного. Владислав Буковинский похоронен на одном из карагандинских кладбищ. Этот церковь будет помещен здесь, в этом алтаре. Святая месса будет транслироваться сразу в 40 странах мира. Также в выходные запланировано посещение кардинала Музея политических репрессий Карлак и мемориала узникам Карлака в Спаске. Также после церемонии и биотификации прихожан церкви порадуют концерт органной музыки в исполнении маэстро Чезаре Манчини. Аем Амрина Жаксалак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Первую медаль на Паралимпийских играх в Рио-Дажене разовоевала Зульфия Габидулина. В плавании вольным стилем на дистанции 100 метров Зульфия стала первой, принеся золото Паралимпийской сборной Казахстана. Казахстанская плавчиха Зульфия Габидулина стала чемпионкой Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 50-летняя спортсменка финишировала первой в плавании вольным стилем на дистанции 100 метров. Это золото стало первым в истории страны. Казахстанские спортсмены участвовали в пяти летних Паралимпийских играх с 1996 года, но завоевать медали не смогли. Медаль Зульфии позволила Казахстану расположиться на 16-м месте в общем медальном зачете. Жамбылская спортсменка является многократной чемпионкой и рекордсменкой мира. Стоит отметить, Зульфия Габидулина не первая представительница плавания, сумевшая войти в историю в этом году. На Олимпийских играх, которые прошли здесь же в августе, впервые в истории казахстанского плавания чемпионом стал Дмитрий Баландин. Всего в Паралимпиаде в Рио участвуют 11 спортсменов из Казахстана. В предстоящую субботу карагандинский боксер Геннадий Головкин проведет бой с британцем Кэллом Бруком. В полночь поединок покажут в прямом эфире республиканские телеканалы. А в четверг в Лондоне боксеры провели последнюю перед боем пресс-конференцию. Это последняя дуэль взглядов перед самым ожидаемым поединком. Оба бойца выразили уважение друг к другу, однако внимательные зрители разглядели, что Брук нервничал, а Геннадий Головкин наоборот сохранял спокойствие. Кроме того, специалисты отметили, что у англичанина, по-видимому, есть проблемы с лишним весом, которые он будет решать в экстренном порядке, что может сказаться на его выносливости во время боя. В ходе пресс-конференции спортсмены заявили, что к предстоящему поединку готовы на все сто. В первую очередь я хочу сказать, что рад находиться здесь снова. Я хочу выразить благодарность своей команде, менеджеру-помощнику, моим казахстанским партнерам. Я чувствую себя прекрасно. Я выражаю благодарность и уважение к команде Келла Брука. Я понимаю, что нас ждет большая битва. Также стала известна сумма вознаграждения, которую Геннадий Головкин гарантированно получит за бой с Келлом Бруком. По информации Daily Star гонорар Геннадия составит 3 миллиона фунтов стерлингов, более 4 миллионов долларов США. Его соперник Келл Брук получит за поединок аналогичную сумму. Для обоих боксеров такой гонорар является рекордным в карьере, сообщает британская газета. Бой Головкин-Брук состоится 10 сентября в Лондоне на 20-тысячной арене О2. В прямом эфире его покажут республиканские телеканалы. Начало трансляции в 23 часа по времени Астаны. Андрей Тен, Александр Царикедзе, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова